Иван Соколов Микитов Смотрели зайчата, как разгуливают журавли по зеленому болоту, как учатся летать долговязый журавлят. «Вот бы и мне так полетать!» — сказал матери самый маленький зайчонок. «Не говори глупости!» — строго ответила старая зайчиха. «Разве зайцам полагается летать?» Пришла поздняя осень. Стало все скучно и холодно. Стали собираться птицы к отлету в теплые страны. Кружат над болотом журавли, прощаются на всю зиму с милой зеленой родиной. Слышатся зайчата, вот они с ними прощаются. Журавли! «Прощайте, прощайте, бедные листопаднички!» Улетели в далекие страны, крикливые журавли. Залегли в теплых берлогах лежебоки медведи. Свернувшись в клубочки, заснули панчей и ежи, спрятались в глубокие норы смеи. Стало еще скучнее в лесу. Заплакали листопаднички зайчат. «Что-то будет с нами! Замерзнем зимой на болоте!» «Не говорите глупости!» Еще строже сказал зайчих. «Разве замерзают зайцы зимой? Скоро вырастет на вас густая теплая шерстка. Выпадет снег, будет нам в снегу тепло и уютно». Успокоились зайчат только один. Самый маленький листопадничек зайчонок никому покоя не дает. «Оставайтесь здесь, он своим братьям, а я побегу с журавлями в теплые страны». И убежал. Тихонько из родного гнезда маленький зайчонок искал журавлими и теплые страны. Бежал-бежал листопадничек по лесу. Прибежал к глухой лесной речке. Видит бобры строить на речке плотину. Подгрызут острыми зубами толстые дерева. Ветер подует, упадет деревом в воду, запрудили речку, можно ходить по плотину. «Скажите, дяденьки, зачем вы валите такие большие деревья?» Спрашивает листопадничек бобров. «Мы для того валим деревья, — говорит старый бобр, — чтобы заготовить на зиму корм и новую хатку поставить для наших маленьких бобряток. «А тепло в вашей хатке зимой?» «Очень тепло, — отвечает седой боб. Пожалуйста, возьмите меня в вашу хатку, — просит маленький зайчонок». Переглянулись бобр с бобрихой и говорят, «Взять от тебя можно, наши бобрятки будут рады. Только умеешь ли ты плавать и нырять?» «Нет, зайцы плавать и нырять не умеют, но я скоро у вас научусь, буду хорошо плавать и нырять». «Ладно, — говорит бобр, — вот наша новая хатка. Она почти готова, осталось только крышу доделать. Прыгай прямо в хатку». Прыгнул листопадчик в хатку, а в бобровой хатке два этажа. Внизу у воды приготовлен корм для бобряток, мягкие юлы и ветки, наверху насклано свежее сено. В уголке на сене сладко-сладко спят по шестой бобрятке. Не успел хорошенько осмотреться, зайчонок, как бобры над хаткой крышу поставили. Один бобр обглобной палки таскает, другой замазывает крышу милом, толстым хвостом громко пришляпывает, как штукатур лопаткой. Ходко работают бобры. Поставили бобры крышу, стало в хатке темно. Вспомнил листопадничек свое светлое гнездо, старую мать зайчих и маленьких братьев. «О, бегу-ка я в лес», — думает листопадничек. «Здесь темно, сыро, можно замерзнуть». Скоро вернулись бобры в хатку, отряхнулись внизу, обсушились. «Но как?» — говорят. «Как ты себя чувствуешь, зайчонок?» «У вас все очень хорошо», — говорит листопадничек. «Но мне нельзя здесь долго оставаться. Мне пора в лес». «Что делать?» — говорит бобры. «Если нужно, ступай. Выход из нашей хатки теперь. Один под водою. Если научился хорошо плавать и нырять, пожалуйста». Сунул листопадничек лапку в холодную воду. «Ах, какая холодная вода! Уж лучше, пожалуй, у вас на всю зиму останусь. Я не хочу в воду». «Ладно, оставайся», — говорит бобр. «Мы очень рады. Будешь у наших бобряток нянькой. Будем корм приносить из кладовой, а мы пойдем на реку работать, деревья валить. Мы звери трудолюбивые». Остался листопадничек в бобровой хатки. Роснулись бобрятки, пищат, проголодались. Целую охапку ивовых мягких веточек притащил для них из кладовой листопадничек. Очень обрадовались бобрятки. Стали гладать ивовые ветки. Быстро-быстро зубы бобров острые, только щепки летят. Обглодали. Опять пищат, есть простит. Но мучился листопадничек, таская из кладовой тяжелые ветки. Поздно вернулись бобры и стали прибирать свою хатку. Любят бобры чистоту и порядка. «А теперь», — сказали не зайчонку, — «пожалуйста, садись с нами кушать». «Спасибо», — говорит листопадничек. «А где ж у вас репка лежит?» «Нет у нас репки», — отвечают бобры. «Бобры ивовую и осиновую корову кушают». Отведал зайчонок боброва кушанье. Горькой показалась ему твердая ивовая кора. «Эх, видно, не видать мне больше сладкой репки», — подумал листопадничек зайчонком. На другой день, когда ушли бобры на работу, запищали бобрят, есть просят. Побежал листопадничек в кладовую, а там у норы незнакомый зверь сидит, весь мокрый, в зубах большущая рыбина. Испугался листопадничек страшного зверя, стал за всех сил колотить лапками в стену, звать старых бобров. Услыхали бобры, шум мигом явились. Выгнал старый бобр из норы незваного гостя. «Это разбойница выдра, — сказал бобр, — она нам делает много зла, портит и разоряет наши плотины. Только ты не робей, зайчонок, выдры теперь нескоро покажутся в нашей хатке. Я ей хороших тумаков надавал». Выгнал бобр выдру, а сам в воду. И опять остался листопадничек с бобрятами в темной и сырой хатке. Много раз слышал он, как подходила к хатке, принюхиваясь хитрая лисица. Как бродила возле хатки злая рысь, жадная росомаха пробовала ломать хатку. За долгую зиму большого страху натерпелся листопадничек зайчонок. Часто вспоминал он свое теплое гнездо, старую мать зайчиху. Раз случилась на лесной речке большая беда. Ранней весной прорвала вода, построенную бобрами большую плотину, стала заливать хатку. «Вставайте, вставайте!» — закричал старый бобр. «Эта выдра испортила нашу плотину!» Бросились вниз бобрята, бултых в воду, а вода все выше и выше подмочила зайчонку хвостик. «Плыви, зайчонок!» — говорит старый бобр. «Плыви, спасайся, а то пропадешь!» У листопадничка со страху хвостик дрожит. Очень боялся холодной воды робкий зайчонок. «Но что с тобой делать?» — сказал старый бобр. «Садись на мой хвост!» «Подержись покрепче, я научу тебя плавать и нырять!» Уселся зайчонок на широкий бобровый хвост, крепко лапками держится, нырнул бобр в воду, хвостом вильнул, не удержался. Как пуля вылетела из стопанчика из воды. Волей-неволей пришлось к берегу плыть самому. Вышел на берег, фыркнул, встряхнулся и со всех ног на родное болото. А старая зайчиха с зайчатами спала в своем гнезде. Обрадовался листопадничке, прижался к матери. Не узнала зайчиха своего зайчонка. «Ай-ай! Кто это?» «Это я!» — сказал листопадничка. «Я из воды, мне холодно, я очень озяб. Обнюхала, облизала листопадничка зайчиха, положила спать в теплое гнездо. Крепко-крепко заснул возле матери в родном гнезде листопадничек. Утром собрались слушать листопадничков зайцы со всего болота. Рассказал он братьям и сестрам, как бегал за журавлями в теплые страны, как жил у бобров, как научил его старый бобр плавать и лять. С тех пор по всему лесу прослыл листопадничек самым храбрым и отчаянным зайцем.